Компания Asus постоянно светится в разных сферах IT, но вот в мире смартфонов как-то не особо шумит. Хотя, уверена, эти два смартфона должны поменять положение дел. Вот взять хотя бы Zenfone 4 Max, бюджетник с батареей на 5000, двумя камерами, одна из которых широкоугольная? Только этого уже достаточно, чтобы поставить видео на паузу и с трясущимися руками переходить по ссылке в описании, чтобы узнать, что почем. Второй смартфон не менее интересный, а в чем-то даже лучше. Ключевое отличие смартфонов заключается в разных экранах. Zenfone 4 Max – это представитель уже стареющей школы с широкими рамками и фронтальным сканером отпечатков, тогда как Plus-версия получила дисплей 18 на 9 с отступами поменьше и сканером сзади. Естественно, у нее также больше разрешения матрицы, что выливается в более детализированную картинку. Габариты у 4 Max лишь немного больше, и это круто, особенно, если учитывать, что у него внутри батарейка на 5000. Обычно это служит оправданием толстенького корпуса, а тут всего на 1 мм больше золотого стандарта вышло. За счет скругленных боков он воспринимается тоньше, чем на самом деле, особенно, если специально не сравнивать, а просто пользоваться. У Плюса дизайн почти такой же, в том числе скругленный алюминиевый тыл, вставки пластика и фирменные концентрические круги на кнопках. Понравилось, что у обоих есть трехместные слоты для карточек, двух симок и отдельно карты памяти. В общем, как оказывается, Asus умеет организовать внутренний фэн-шуй смартфонов, втулит все, что нужно. И это касается обоих. В Max Plus поместилась тоже сравнительно емкая батарея на 4130 мАч. В итоге смартфоны отлично держатся при активном использовании. Ранним утром я сняла их с зарядки, выбрала максимальную яркость и целый день гоняла бенчмарки, фотографировала и снимала видео. Часа четыре крутила YouTube по Wi-Fi, в общем, активно тестировала. В итоге поздним вечером у 4 Max осталось еще 46% батареи, а у Плюса 30%. При обычном использовании из 4 Max легко можно выжать два дня уверенной работы. Единственное, что смущает, это долгая зарядка. Да, Asus заявляет, что смартфоны поддерживают так называемую ускоренную зарядку. И даже комплектные блочки у них на 2 ампера. Но на деле все далеко не так, как ждешь. Пятитысячник заряжается около четырех часов, а второй чуть больше трех. Вот такая расплата за долгожительство. Кстати, смартфоны поддерживают еще кучу всяких технологий. Чтобы рассказать обо всех, наверное, нужно делать отдельное видео. Так что, если интересно, почитайте на досуге о 12 защитных технологиях, а также интеллектуальном аккумуляторе. Не знаю, умный он или нет, но то, что живучие, это факт. На этом и остановлюсь. Их можно даже использовать как пауэрбанки. Переходники с микро-юсби на юсби есть в комплекте. Я боюсь представить себе, сколько бы жили эти смартфоны, установи им еще и какое-нибудь экономичное 10-нанометровое железо. Но нет, платформа у них бюджетная. В моем случае набор вот такой. У Zenfone 4 Max есть еще версия с меньшим объемом памяти и четырехъядерным Snapdragon 425. Причем интересно то, что аппаратные платформы у смартфонов хоть и разные, а выдают почти одинаковую производительность. Тяжелые игры с ней лучше не соваться, а вот системе такой мощности хватает. Android 7-й версии спрятан под фирменной оболочкой ZenUI 4.0. Она работает вполне шустро и имеет несколько фирменных фишек и подменю. Своя оболочка пустила корни в разные уголки системы. И лично мне понравилось, что таким уголком стали и камеры. Начну с того, что у обоих смартфонов вторая камера широкоугольная, с углом обзора 120 градусов. Да, модули не блещут высоким качеством, но на мой взгляд они в сто раз полезнее, чем кривоработающие боке многих двухглазых аналогов из бюджетного сегмента. Такие широкоугольные фотографии отлично смотрятся в лентах соцсетей. Сделав парочку, уже на автомате начинаешь все подряд фоткать в таком формате и не понимаешь, как же жил раньше без него. Видео оба смартфона пишут в Full HD. Жаль, что переключаться между модулями во время съемки нельзя. Из вышеупомянутых корней оболочки выделю режим суперразрешения. Снимок делается чуть дольше, зато на выходе получается 52-мегапиксельное фото. С чуть более высокой резкостью, чем если бы вы растянули его в фотошопе. Еще есть хорошие ручные настройки камеры с возможностью выбора выдержки и прочими пунктами. А также украшалки лица для селфи. Сейчас вообще можно по пальцам пересчитать модели с широким углом. А то, что такое есть бюджетники с батареей на 5000, да еще и за разумные деньги, это просто отлично. Max Plus чуть менее живучий, но перекрывает это своим экраном с форматом 2 к 1. Смотрите актуальные ценники смартфонов и пишите в комментариях, как они вам, стоящие или нет. Еще давайте устроим под видео небольшой опрос. Вот вам 4 хэштега. Выбирайте, какой по вашему мнению круче в контексте второй камеры и оставляйте его в комментариях. Также жду ваш фидбэк в виде лайка, подписки на канал и нажатого колокольчика. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok